Всем привет и с вами Артур Маги. Многие, кто решает зайти в TikTok, задаются вопросом, что же мне снимать? Как мне начать делать что-то, чтобы мои ролики залетали? Для этого нужно рассмотреть, как работает алгоритм в TikTok. И алгоритм в TikTok работает абсолютно простым образом. У нас в TikTok есть три ленты. Первая лента это тестовая. Когда вы выкладываете ролик, то ролик залетает в тестовую ленту. Здесь вы получаете до 1000 просмотров. Здесь TikTok проверяет, насколько ваш контент в целом интересен. Он показывает тысячи рандомным людям ваш ролик. Если эти люди как-то реагируют на ролик, скачивают его, возможно отправляют друзьям, оставляют комментарии, ставят лайки, либо просматривают его несколько раз, что не менее важно, то TikTok понимает, что ролик действительно интересный и кидает его дальше. Дальше начинается лента как раз того самого узкого нишевания. То есть лента, где ваш ролик ранжируется на вашу целевую аудиторию. Если ролик залетает на эту целевую аудиторию, то вы можете получить до 10 тысяч просмотров. Что в целом дает опять же неплохие охваты, которые не могут дать тот же Instagram, либо ВКонтакте. Вопрос, что же в этом такого? И здесь все очень просто. Если вы решаете запустить свой ролик, то первое, на что вы должны обратить внимание, цепляет он или нет. Здесь важны первые три секунды. Три секунды у вас есть на то, чтобы зацепить внимание человека. Если вы зацепили это внимание, если человек действительно увлекся, он будет смотреть дальше. Дальше ваша задача создать динамику, динамику в ролике, различные ракурсы. Можете отсюда посмотреть, можете отсюда посмотреть, вставить какие-то переходы. Это все дает внимание и удержание человека на вашем ролике. Если это все получается, если вы достигаете порога 10 тысяч просмотров, то ваш ролик попадает уже в глобальные рекомендации. Где в глобальных рекомендациях вы можете точно понимать, что делать и как делать. Точнее, даже не вы можете понимать, а за вас это делает алгоритм. Он пускает ваш ролик полностью по миру и он может достичь нескольких миллионов просмотров. Потому что именно здесь уже TikTok понимает, что ага, если вы прошли проверку тестовой аудитории, если вы прошли проверку своей целевой аудитории, то теперь его можно показывать дальше и пробовать в другие аудитории. Таким образом вы можете расширить и получить более широкие охваты. Что же происходит дальше? Ролик набирает, например, 50 тысяч просмотров. Если у вас есть призыв в ролике, если вы говорите, подпишись на меня, потому что здесь я рассказываю про спорт, или подпишись на меня, потому что здесь я рассказываю о том, как стать богаче, то человек на это будет подписываться и человек будет на это идти. Конечно, не все. Есть небольшая конверсия, но эта конверсия будет намного больше, чем вы просто будете снимать ролик, в котором будете рассказывать что-то. Почему так происходит? Потому что TikTok это телевизор. Когда вы просто листаете телевизор, то вы останавливаетесь на чем-то интересном. И как только становится неинтересно, либо начинается реклама, вы листаете дальше. Абсолютно то же самое происходит в TikTok. Если вы будете давать прямую рекламу, люди будут сразу переключать. Если вы будете пытаться каким-то образом просто записывать свою речь на камеру, как, например, это делаю сейчас я, но мы с вами сейчас общаемся на YouTube, и вы целенаправленно смотрите этот ролик, то в TikTok это не зайдет. В TikTok человек скажет, неинтересно, пойду я дальше, посмотрю что. Поэтому ваша задача удержать его в течение первых трех секунд и дальше удерживать его внимание за счет динамики. Таким образом, вы можете настроить свой ролик на попадание в глобальные рекомендации. И опять же, самое важное замечание. Любой ролик, абсолютно любой ролик, который бы вы не выложили, он попадает в рекомендации. Не верьте тому, что многие говорят, что ваш ролик изначально показывается вашим подписчикам. Если они как-то отреагируют, то он идет дальше. Нет. Как раз TikTok позиционируется на том, что любой ролик, абсолютно любой ролик попадает в рекомендации. И как только он попал в рекомендации, как только он понял, что все круто, и аудитории ваш ролик интересен, он продвигается дальше, дальше и дальше. Именно так работают алгоритмы. Это первое, что вам нужно запомнить, потому что на этом строится фундамент всего остального. Если для себя уяснить, что вот, мои ролики не залетят, а я же их делаю не так профессионально. Опять же, в TikTok можно ролик собрать на коленках. Как его собрать на коленках? Какие темы действительно залетают? Смотрите в следующем ролике. С вами был Артур Магель и пока-пока.